Садовая ягода Садовая ягода То есть трудиться приходится больше, чтобы был хороший урожай той же Виктории, к примеру? Точно так А что она не любит? Много дождей было или жара? Дело в том, что весна или лето наступило намного позже обычного Поэтому растение как бы проснулось, но природа не одарила климатическими условиями А потом еще и излишней влагой И наша земляника страдает и подогнивает И дает другие ягоды не такие красивые Ну а вишня нынче будет? Вишня не все сорта вишни в этом году порадуют наших садоводов Дело в том, что наши сибирские климатизированные сорта вишни дают прекрасный урожай А вот заморские сорта вишни отреагировали отрицательно То есть меньшим цветом, меньшим количеством урожая Вот лично у меня на саду вишня цвела очень обильно А ни одной ягодки не осталось С чем это связано? При этом град не был Климатические условия То есть в то время, когда надо было опыляться этой ягоди Было цветков много, но не было лета пчел и муравьев И плюс ветра, как всегда наши сибирские Они дополнительно снизили общий объем урожая Ну вот уже сказали, что в этом году мы действительно позже вышли на садовые участки Чем обычно, вот на урожайность это скажется С чем будут у нас проблемы в этом году? Что будет в достатке, а чего не будет? В общем-то средний урожай он все равно будет получен Дело в том, что те же ураганы Тот же град, те же ливни Прошли не по всему Алтайскому краю Прошли в определенных таких зонах И мы надеемся, что в одном месте будет пусто В другом будет хороший урожай Я свою точку зрения, конечно, имею Что земляника, действительно, ее меньше Поэтому цена на рынке мы наблюдаем Жимолости тоже значительно меньше Малина достаточно хороший урожай Я даже прогнозирую, будет больше, чем в прошлом году Вот, хотя не все сорта порадуют нас большим урожаем Но все-таки средний урожай будет Смородина также пострадала от зимы и даже весны То есть сейчас развиваются различные заболевания от излишних осадков Умные садоводы борются с этим Применяют комплекс мер, мероприятий для того, чтобы уберечь растение И спровоцировать его на средний или высокий урожай Ну, действительно, холодный май, очень жаркий июнь Дождливый достаточно А вот какой из этих факторов более негативно отразится? Они все эти негативные И еще один фактор, который значительно повлиял, о котором мы не говорим Это тяжелая зима, которая была при меньшем снеге и глубоком промерзании грунта А как мы понимаем, промерзание грунта нанесло существенный вред растению Ослабило его продуктивную деятельность И вот растения, те, которые сегодня не дают хороший урожай Они как раз восстанавливают свои силы для того, чтобы хотя бы в следующем году порадовать хорошим урожаем Именно от зимы и весны Давайте про овощи поговорим Уж баклажаны и южные растения любят тепло И чтобы была стабильная температура Тогда бессмысленно их вообще у нас на участке выращивать? Я бы не сказал Садоводы, огородники уже сделали поправку На наши сложные климатические условия и нестабильную погоду То есть те, кто пошел или избрал путь тепличного ведения хозяйства В теплицах прекрасно И баклажаны, хороший урожай, и томаты, и некоторые другие овощи Или те садоводы, которые не имеют теплиц А применяют укрывной материал типа лутросил или сбонфонд Эти растения под этой пленкой, которая дышит, уберегает от палящего солнца Или больших осадков Эти растения благоприятно растут и порадуют садоводов урожаем Как вы думаете, цены на огурцы, помидоры, перцы вырастут? Вырастут, уже растут и вырастут Мы прогнозируем хороший урожай картофеля Правда, он не занимает большие площади у садоводов картофеля Но, тем не менее, довольно много садоводов выращивают картофель для себя и для своих семей Урожай картофеля в этом году будет нормальный А почему? Вот для картофеля, видимо, хорошая погода или как? Да, чередование тепла, прохлады, осадков Великолепные условия для картофеля, капусты, моркови При этом это не мешает колорадскому жуку обильно уплетать листики Это беда садоводов? Это беда садоводов Но мы, люди умные, трудолюбивые Мы боремся и с колорадским жуком, и с другими вредителями и болезнями Применяя некоторые методы, биологические и некоторые химические для борьбы Правда же, что еще в моем детстве, мне кажется, этого жука не было вот так много? Его привезли Совершенно правильно Вот эта беда, она появилась, как назвали из-за рубежа Охрестили его колорадским жуком У нас его не было, он появился только в 80-е годы Но, к сожалению, мы теперь уже привыкли И там, где он есть, мы боремся с ним, побеждаем Ну, вы уже немножко сказали, что у садоводов есть свои секреты Как в дожди урожай получаете, в сухую погоду Своими поделитесь какими-нибудь Ну, не знаю Применение теплицы это раз Так, ладно, хорошо Укрытие от излишних осадков целлофановой пленкой То есть, если знаешь, что будут затяжные дожди, лучше заранее грядку прикрыть Прикрыть определенную грядку Огурцы от ветра или от излишнего палящего солнца накрываются либо марлей, либо каким-то другим светлым материалом Солнечная сторона Это значительно повышает урожай Например, огурцы поливаются не под корень, а делается бороздка, канавка недалеко от корневой системы Чтобы растение естественным образом брало влагу из-под глубокого слоя почвы, чем ложные корешки сверху Спасибо за эти добрые советы, за то, что пришли к нам в студию Спасибо Ну, а я напоминаю, что сегодня у нас в гостях Владимир Марков, председатель регионального отделения Союза садоводов России Редактор субтитров А.Семкин